Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Результат инспектирования бытхи главой Сочи – выговоры и новые наказы. Причина – антисанитария. Перед днем города ускорены работы по плановому кронированию деревьев. Сухостой обрезают сразу на нескольких улицах. Ап и тигры у ног моих сели. Мастер-класс для юных сочинцев устроил дрессировщик Артур Багдасаров. Кубок надежд разыграют в Сочи. Стартовали ежегодные краевые соревнования по спортивной гимнастике. В Сочи 14 ноября встретятся министры России, стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со своими коллегами из Доминиканской республики, Содружества Доминики, Эквадора, Эль-Сальвадора и Никарагуа. Планируется, что Сергей Лавров проведет со своим коллегой из Эквадора и двустороннюю встречу, итогом которой станет подписание российско-эквадорских документов. К другим новостям. Построить новые комплексы бальное лечение, увеличить протяженность оборудованных пляжей. О том, как на Кубани планируют развивать санаторно-курортный комплекс, говорили на общекраевом совещании. Вениамин Кондратьев потребовал разработать подробную концепцию на ближайшую пятилетку. Затронули тему курортного сбора. Подробнее наши краснодарские коллеги. Здесь нет моря и пляжей, горнолыжных трасс и других привычных прелестей для курорта. Однако больше 10 тысяч туристов ежегодно приезжают именно в Левкадию. Это не просто винодельческое хозяйство. Целая территория в Крымском районе для экологичного отдыха. Здесь можно посмотреть, как растет виноград и даже самому попробовать сделать вино. В роли агротуриста сегодня себя попробовал и губернатор, набирающий популярность новый вид отдыха. Вениамина Кондратьева интересует как возможность экономического роста для региона. Отдыхающих однозначно может быть больше. Магазин есть, туристов нет. Есть что посмотреть, есть что купить, есть что потрогать. Даже можно при чем-то принять участие, чтобы своими руками прикоснуться к тому, как производят вино. Что сделать, чтобы появились туристы? Сегодня основная задача не только для вашего бренда, производства, предприятия, в целом для агрокомплекса Кубани, винодельческого, да и просто фермерского особо. Как завлечь туриста? Как сделать так, чтобы он поехал? С событийным маркетингом делать интересные мероприятия и привлекать людей. Где жить-то туристу, когда мы приедем? Мы этим занимаемся. У нас здесь поэтапно, безусловно. Нужны гостиницы. Безусловно, сопутствующий бизнес, который должен быть ресторанный бизнес, кафе. То есть все, что сопутствует тому, чтобы турист качественно отдыхал. Он же отдыхает. Крымский район – пример того, как, используя локальные природные особенности, можно заинтересовать туристов со всей России. Неудивительно, что и совещание по развитию санаторно-курортной отрасли региона провели именно здесь. За 9 месяцев в Край отдохнули больше 14 миллионов человек. Тут есть как плюсы, так и свои минусы. От рекордного числа отдыхающих не всегда выдерживает сопутствующая инфраструктура. Вениамин Кондратьев потребовал от Минкурортов разработать понятную систему взымания курортного сбора. Деньги должны пойти на улучшение качества отдыха. Курорты – это экономика. Это не только пляжи, зонтики и лежаки. Мы сегодня должны выстроить очень хорошо работающую экономику в курортной сфере, чтобы мы могли зарабатывать, в том числе и курортный сбор. Это наши деньги, которые мы сегодня должны зарабатывать. А зарабатывать – это значит не терять. А мы сегодня их теряем. И сегодня президент поддержал всех курортников, я скажу, всех нас курортников в курортном сборе. Потому что отчасти здесь, что бы мы ни говорили, вся нагрузка лежит на этих курортных городах, которые сегодня обеспечивают этот миллионный проход туристов. А адекватного возврата, пропорционального возврата бюджет не поступает. Это уже ваша сегодня задача – продумать, как он должен взыскываться с кого. Деньги от курортного сбора в том числе возможно пустить и на модернизацию пляжей. Прибрежная полоса в Краснодарском крае растянулась на 1200 километров. Но для отдыха оборудована лишь десятая часть. Как показал нынешний тур-сезон, этого недостаточно. В самый пик люди в буквальном смысле не помещались на пляжах. Ситуацию нужно принципиально менять, потребовал Вениамин Кондратьев. Ведь туристов после возобновления полетов между Россией и Турцией и бурным развитием Крыма теперь нужно удержать. Этот сезон показал, что пляжи были переполнены в июле и в августе. Вся пляжная территория за кем-то закреплена. Ну а как если пляжи поделены, а пляжей нет? Это как? Тогда заберите и отдайте тому, кто может пляж оборудовать. Или с жаками, или с донтиками. Или там большого ума не надо. И денег больших не нужно. Желание просто нужно. Если она у кого-то и кому-то предоставлена, допустим, делает из земли пляж. Или тогда, как есть поговорка, с пляжа. Санаторно-курортная отрасль – одна из немногих, которая на фоне общего экономического спада показывает рост. При этом на Кубани оздоровительный туризм работает не на полную. Грязелечением и бальнеотерапией занимаются всего лишь в 5% краевых санаториев. Хотя наши местные условия, по мнению экспертов, ничем не хуже, чем на топовых европейских курортах. Сделать Баден-Баден, или Карловы Вары, или курорт Хевис, в принципе, вполне возможно. Тем более, что по своему составу воды минеральные обладают абсолютно тем же качеством. И это в Европе, в принципе, некий элемент такой тусовки. Люди приезжают пообщаться туда. Поэтому такой вот можно тоже создать прецедент. Бальнеология – отличная возможность заполнить межсезонье, когда падает наплыв туристов на море, и загрузить курортную отрасль на круглый год. Но чтобы отдыхающие приезжали в кубанские санатории, о них должны хотя бы знать. Все предложения по развитию отрасли губернатор поручил Минкурортов в следующем году изложить в разработанной концепции. Агрессивнее мы должны стать. Агрессивнее в плане рекламы и наступательного движения. А по-другому мы туристов не заманим или не удержим. Мне нужна концепция, четкая концепция развития санкционного курортного комплекса на 5 лет. Пошагово понимать, какие проблемы есть, как их решать. С конкретно ответственными по каждому пункту проблем и решения. Потому что все остальное мы или толчем воду в ступе, или говорим то, что уже говорили, или как бы чуть видоизменяем сказанное, но никуда не продвигаемся. Внутренний туризм в России в этом году вырос почти на треть. В том числе из-за ограничений полетов в Турцию и Египет, напоминает губернатор. Большинство отдыхающих в этом сезоне выбрали именно Кубань. И теперь важно удержать этих курортников уже в следующем году. Александр Иванченко, Елена Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24. Крымский район. Нет договора, не будет и газа. Кубанцам, у которых нет документов на газоснабжение, могут остановить подачу голубого топлива. Об этом сегодня заявил вице-губернатор Андрей Алексеенко. По поручению главы региона он провел краевое совещание. Причина жестких мер в том, что большинство несчастных случаев с бытовым газом связано с несоблюдением правил. Проще говоря, если у хозяина квартиры нет договора с газовиками, за безопасность оборудования в его квартире отвечает только он сам. В некоторых районах до четверти многоквартирников по разным причинам еще не подписали такие соглашения. Теперь нерадивыми хозяевами займутся специальные районные комиссии. Только эта комиссия путем проведения общего собрания собственников и жильцов многоквартирного дома будет доводить все необходимые положения и решать все проблемные вопросы, связанные с эксплуатацией внутридомового газового оборудования. А именно, проверять наличие договоров обслуживания внутридомового газового оборудования как по жилым помещениям, так и на территории общего пользования. Подобные проверки проходят сейчас по всей стране. Такое поручение дал Владимир Путин. После того, как всего за пару недель из-за взрывов бытового газа в Рязани и Иваново погибли больше 10 человек. Результат инспектирования бытхи главой Сочи, выговоры и новые наказы. Санитарное состояние микрорайона явно нуждается в улучшении. Необходимые указания соответствующим службам уже даны. Расскажет Инга Габешия. С каких времен здесь все это оваляется? Оваляется здесь самый разный мусор. Это и листва с ветками, и стеклянная тара, и автохлам. Тротуары нуждаются в ремонте. Плитка местами отошла. Та, что осталась, ходит ходуном. Складывается впечатление, отмечает мэр Сочи, что руководство района здесь появляется нечасто. Бездействуют и управляющие компании с ТОСами, чья прямая обязанность следить за санитарным состоянием тех же придомовых территорий. Такое состояние улиц микрорайона, по мнению главы города, это недоработка районных властей. Но виноваты не только местные чиновники. Жителям тоже стоит уделять большое внимание, чистоте и порядку на своих улицах и во дворах. Надо все же какое-то воспитание делать. По большому счету, мне кажется, какое-то воспитание, какие-то проводить работы. Да, я не против субботника, конечно. Я бы с удовольствием. Я первый вышел бы на субботник. Вот я сейчас вышел на пробежку. И вот когда бегу, там бутылка валяется. Я собираю эти бутылки, потихоньку складываю. Благо там потом собирается в кульки, и это все уносится. Работникам управляющих компаний, членам ТОС придется активизироваться, иначе штрафов не миновать. Пока же приводить бытку в порядок придется волонтерам и сотрудникам администрации. Исправить ситуацию власти города решили еще одним способом. Надо, чтобы наше спецавтохозяйство по уборке города изменило дислокацию контейнерных площадок, чтобы уйти от их публичного размещения. Контейнерные площадки, еще раз повторяюсь, должны быть у каждого многоквартирного дома на придомовой территории. Тогда мы не будем выгребать непонятно, чей мусор. К сожалению, у нас сегодня 50% мусора, получаемого в нашем городе, не оплачивается. Он так называемый бросовый. В любом случае, отмечают власти курорта, руки опускать никто не собирается. Чистота и порядок в городе будут поддерживаться. В том числе и благодаря общегородским субботникам. Ближайший состоится уже на этих выходных. Инга Габейшая, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Сочи продолжает готовиться ко дню города. В связи с этим ускорены работы по плановому кронированию деревьев. Сейчас обрезка сухостоя ведется сразу на нескольких улицах. Где именно, расскажем далее. Платаны устойчивы городскому загрязнению, поэтому их и высаживают вдоль улиц. Однако у этих деревьев настолько тяжелые ветви, что они могут обламываться даже при правильном формировании растений. А в Сочи ситуация усугубляется еще и благодаря сильным ветрам. Поэтому платаны, растущие вдоль улиц, подвергаются обрезке. Главное – сохранить мощный ствол. В свою очередь, дерево в скором времени ответит мощными молодыми побегами. Такая омолаживающая обрезка проводится в микрорайоне Мамайка вдоль набережной. А срезанным ветвям нашли другое применение. Вот эта щепа, которая производится на аппарате дробильном, она будет применяться для хозяйственных целей, для подсыпки зеленых насаждений, для образования берегноя. Платановое кронирование будет также проводиться и на улице Анапской. Что касается центрального района, то в эти дни работы ведутся на улице Соколова. Первый этап у нас идет от улицы Нагорной до Театральной, дальше от Театральной, до Рженикидзе. И так далее к дню города приводим в порядок деревья. Платаны кронируются на одну треть. После этого сразу же место среза замазывают краской, чтобы дерево не заболело. Работы по кронированию будут завершены буквально через несколько дней. В рамках наведения санитарного порядка техника с рабочими в скором времени появится и на улице Войково. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи обсудят развитие и проблемы туризма. С 21 по 25 ноября в медиа-центре пройдет 23-й международный туристический форум. Он соберет на своей площадке около 8 тысяч участников. Это представители профильных ведомств, отраслевых союзов, главы российских регионов, руководители санаторно-курортных предприятий и туристских объектов, представители крупнейших компаний-перевозчиков и сервисных компаний. Одна из главных тем Конгресса – это подведение итогов прошедшего летнего сезона. В Сочи количество гостей было рекордным, и сейчас курорт продолжает работу, ждет наплыв туристов зимой. Этой теме было посвящено сегодняшнее совещание с заместителем главы города Олегом Ясюком. В мэрии собрались руководители турагентств, здравницы и других средств размещения, чтобы обсудить факторы, которые влияют на заполняемость сочинских санаториев и гостиниц или же препятствуют ей. Какие механизмы в работе успешны, как важно взаимодействовать отелям с туроператорами и чего не хватает сочинским здравницам для комфортного приема иностранцев. Мы используем все возможности, которые есть. Возможности больного водолечения, возможности моря, возможности гор. Конечно, событийных мероприятий, которые 280 событийных мероприятий. Ни в одном городе такого нет. А в чем причина? Почему такая низкая загрузка? Низкую загрузку даже летом показали порядка 15 санаториев и других средств размещения. Так, например, в санаториях Кудепста и Кавказ ведется реконструкция. Поэтому высокий сезон заполняемость их номерных фондов не превышала 70%. А зимой и вовсе туристы не едут. Решение есть, говорит заместитель главы города. Руководителям здравниц нужно проанализировать ситуацию, обдумать маркетинговые приемы и тесно сотрудничать с туроператорами. Помочь вывести санатории на новый уровень готовы и городские власти. С этой целью на курорте и стал проводиться международный туристический форум. На этой площадке есть чему поучиться, с кем познакомиться и показать себя. От возраста до жития к возрасту счастья. В Сочи уже во второй раз пройдет слет народных университетов. Вообще за последние 100 лет слет народных университетов проводился всего дважды. Ну а с прошлого года это мероприятие санаторий знания решил сделать ежегодным. А все потому, что тема крайне важная. Вопрос повышения качества жизни людей старшего возраста. Как их вовлечь в активную жизнь, как использовать богатый жизненный опыт в решении, в том числе важных государственных задач, будут рассуждать на лекциях, заседаниях круглых столов и мастер-классах на базе санатория знания в течение четырех дней. Много интересных спикеров из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Самары, из Перми, из Нижнего Новгорода, которые расскажут, поделятся своим опытом, расскажут о современных тенденциях, как человеку в возрасте 55-60-75 лет не потеряться, не сесть дома, не закрыться от мира, а наоборот сделать этот период в жизни самым ярким, самым интересным, самым плодотворным. «Слёт» стартует во вторник, 15 ноября. Участие в нём примут более 400 человек. Это просветительские учреждения, общественные организации, волонтёры. Приглашено и много сочинцев старшего возраста. К бесплатному участию приглашаются все желающие. Ну а тем, кто в дни «Слёта» хочет поселиться в санатории знания, «Здравница» предлагает специальную программу со скидками. Сегодня сочинские школьники побывали на открытом уроке в цирке. Специальный мастер-класс с участием «Тигров» для ребят провёл знаменитый дрессировщик, артист московского цирка Юрия Никулина Артур Багдасаров. Что такое дрессура и как стать укоротителем хищников? Об азах своей профессии Артур Багдасаров рассказал на примере. Дрессировал артист начинающих циркачей. Трёх «Тигров» двухлеток. Буч, Амур и Урал ещё не слышали аплодисментов. Сочинские школьники стали для них первыми зрителями. «Можно похлопать!» Я не знаю, как он не боится их. Я жду, когда выйдет самый большой тигр, которому 19 лет. Они в первый раз на сцене впервые видят людей. Им надо мясо подкладывать, чтобы они привыкли, когда мы хлопаем. Иначе они вот так… Мы узнали очень много нового, как дрессировать тигров, разные сложные трюки, как их приучить к себе. Нам так понравилось, что мы ещё раз придём на шоу, только настоящее, а не на мастер-классе. Мне очень понравилось. Я обязательно сюда приду с родителями. Несмотря на то, что клоуны в мастер-классе участия не принимали, детский смех в зале не умолкал. А всё потому, что встретились ровесники, отмечает дрессировщик. Вы видите, какой голдёж. Самая сложная дрессура – это дети для каждого ребёнка, тем более у которого есть животные дома. Это будет очень интересно. Они будут уже понимать, как это всё-таки немножко сложности, какие есть сложности, какие есть подводные всякие камни и так далее. Ответил Артур Багдасаров и на все интересующие юных зрителей вопросы. Ну а шквал эмоций был на самом манеже. Здесь ребятам разрешили почувствовать себя в роли дрессировщиков. Пока же начинающие полосатые артисты в шоу Багдасаровых не участвуют. Но на сочинский манеж они всё же выйдут в конце ноября. В финальные дни гастролей московского цирка Никулина на курорте. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Кубок надежд разыграют в Сочи. Так называются ежегодные краевые соревнования по спортивной гимнастике. В них принимают участие девочки 13 лет и младшей. Сегодня первый день турнира и за его ходом наблюдала наша съемочная группа. 64 спортсменки из шести городов Краснодарского края. Сочи, Армавир, Анапа, Славинск-на-Кубани, Новороссийский, Майкоп. Такова география уже традиционного для города краевого турнира. Кубок надежд проводят на курорте уже в 19 раз. И надо сказать, интерес к состязаниям только растет. На ковер вышли девочки 13 лет и младше. Подрастающие надежды взрослой гимнастики. Через такие соревнования, рассказывают организаторы, проходили многие выдающиеся спортсминки. Например, серебряный призер Олимпиады в Атланте Оксана Ляпина. Кубок надежд. Почему они так называются? Эти соревнования. Здесь выявляются сильнейшие гимнастские края, которые будут принимать участие как и в региональных соревнованиях, федерального округа. Здесь можно выполнять и норматив кандидата в мастера спорта, и первого спортивного разряда. Соревнования проходят по традиционной схеме в личном зачете. Девочки выполняют опорный прыжок, показывают комбинацию на брусьях и бревне, и вольные упражнения. Елена Чурсина из года в год оправдывает надежды тренеров. На прошлогоднем кубке восьмилетняя гимнастка завоевала золото для сборной города. В том числе и благодаря той победе стали приходить и более существенные результаты. В Краснодаре заняла первое место по третьему взрослому. Я хорошо готовилась. Я хорошо и брусья, и бревно, и вольные, и прыжок получалось. Кстати, сочинские спортсменки наконец начали подтягиваться к традиционно сильнейшим гимнасткам из Армавира и Славянска на Кубани. В том числе благодаря условиям. После строительства этого зала несколько лет назад ситуация стала кардинально меняться. Теперь от желающих попасть в секции по спортивной гимнастике нет отбоя. Попадут ли сочинские спортсменки в число призеров турнира, рассудят спортивные снаряды. Итоги Краевого Кубка Надежд подведут в субботу. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинские воздушные гимнасты привезли 14 медалей. Накануне спортсмены приехали из Москвы, где проходило четвертое международное первенство по воздушно-спортивному эквилибру. Сочинка на чемпионате Европы стала лучшей возрастной категорией до 9 лет. С юными, но уже именитыми спортсменами встретилась наш корреспондент Татьяна Говоркова. Смотря на это исполнение сложных силовых элементов и не скажешь, что спортсменке всего 9 лет. Номер «Спартанец» Сочинка Арина Дранова показала на чемпионате Европы по воздушной гимнастике. Он прошел в конце сентября в Праге. Почти пятиминутное шоу на полотнах технически точное и артистичное покорило серьезное жюри и принесло золото юной спортсменке. Немножко было страшно, были такие сильные конкуренты. Боялась за последний обрыв, потому что там я прихожу только на одну руку. Страшно было, да, боялась сделать его. Мне получилось, я так рада была, когда результаты сказали. Было мало времени подготовиться. Последние два дня я отрабатывала этот номер под музыку. А это уже на четвертом международном первенстве по воздушно-спортивному эквилибру в Москве. Тот же номер, только сложнее. Намного. Семь минут в воздухе, силовые элементы и зрелищные обрывы. Вот он тот самый опасный момент, когда 9-летняя гимнастка могла просто упасть с высоты двухэтажного дома. Но Арина не растерялась, вышла из ситуации, применив все свои силы. Из-за потерянных секунд выбросила из номера несколько элементов и с точностью завершила свое выступление. Бронзовая медаль. Но, как отметили судьи, если бы не падение, точно первое место. Затем последовали еще два номера. Уже в дуэте с Ариной Харламовой, спортсменкой, которая завоевала четвертое место на чемпионате Европы. И снова сочинцы признаны лучшими. В успехах спортсменов большую роль играют тренеры. Юлия Десяткина придумывает все номера, сама оттачивает их, а потом разучивает с воспитанницами. Кстати, Юлия также получила золотую медаль на соревнованиях в Москве. Выступала в дуэте с еще одной сочинской гимнасткой Дарьей Заикиной. Всего же международное первенство принесло в копилку наших спортсменов 14 медалей. Мы представили 17 программ, из которых 14 оказались призовыми. В итоге мы получили 8 золота, 5 серебро и 1 бронза. И его возраст у нас был от 7 лет, это самые маленькие детки были, и до 38. Мила Ушакова получила золото, Арина Дранова получила золотые медали, Евангелина Подаревская получила золотые медали, Мария Воробьева получила золотые медали, Алена Скрипникова золотые медали. В номерах воздушных гимнастов важно все – от выбранной музыки, образа до безопасности. И если штрихи по качеству исполнения корректирует основатель канадской школы воздушной гимнастики спортсмена олимпийской сборной Эдуарда Дортикас, то за страховку спортсменов отвечает специалист своего дела и официальный представитель Федерации воздушно-силовой атлетики Краснодарского края. Все атлеты работают на высоте примерно 6, 7 и 8 метров, как бы рабочая высота. Поэтому с залами спортивными немного напряженка. Пока все делается своими силами. Покупаем весь, как говорится, инвентарь. Что-то занимаем в альпинистских магазинах. Вот так своими силами сочинцы добились успеха не только в России, но и в Европе. Воздушные гимнасты намерены и дальше покорять пьедесталы на турнирах разного уровня и достойно представлять свой родной Сочи. Планируют также участвовать в городских праздниках, выступать на цирковой арене и в шоу-программах, чтобы этот вид спорта стал так же развиваться, как единоборство и зимние виды. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Море цветов – это проект, который успешно реализован в нашем городе флористами-дизайнерами. В результате вот уже месяц на улице Островского, 59, работает цветочный салон. Первый, совсем маленький, но все же день рождения салон, об открытии которого мечталось давно, месяц успешно работает на рынке флористических услуг. Здесь искусно составляют букеты мастера-профессионалы. И не только цветочные композиции. Нынешний тренд – коллажи или фруктово-овощные корзины из таких природных материалов, как плоды, травы, ягоды, разноцветные листья, вся южная растительность. Смешение стилей, эксклюзивность в работе, индивидуальный подход каждому клиенту – вот что отличает флористов салона «Море цветов». Мы готовы предложить рынку оформление дней рождений, праздников, лобби отеля, гостиничных холлов, ресторанов. И это будет выглядеть по-новому, это будет выглядеть интересно, свежо и отражать специфику и колорит нашего южного города. Уже сейчас, в преддверии новогодних и рождественских праздников, в салоне заказывают праздничное оформление для украшения ветвин магазинов. Вот сейчас время адвента, и вот у нас буквально первый день сегодня, когда мы начинаем потихоньку создавать уже такое предновогоднее настроение. В салоне трудятся мастера высокого класса, есть флористы, прошедшие стажировку в Европе. И теперь современный зарубежный опыт с успехом воплощается в Сочи. Подобные салоны откроются в скором времени в Адлере и на Красной Поляне. А в центре Сочи мурит цветов можно найти на улице Австровского, 59. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok